В этом видео я покажу и расскажу, как защитить электропроводку в доме и квартире, и все электрооборудование, которое находится в нашем жилище, от недопустимого напряжения. Недопустимое, то есть это как слишком низкое напряжение, так и слишком высокое, которое опасно для наших электроприборов. И поможет нам в этом реле РН-113. Выпускается оно питерской фирмой Новотек Электро и предназначено для отключения однофазной нагрузки напряжением 220 Вольт при недопустимых колебаниях в сети, как в меньшую сторону, так и в большую. Реле может подключаться непосредственно на управление нагрузкой, если нагрузка не более 7 кВт. Если больше 7 кВт, то уже реле управляет магнитным пускателем, а напряжение на нагрузку подается через магнитный пускатель. Я собрал вот такую схему. В данном случае у меня реле управляет пускателем. В качестве нагрузки я подключил лампу накаливания. У реле есть регулируемые пороги срабатывания вот этими переключателями тремя. Минимальное напряжение порог срабатывания регулируется от 160 до 220 Вольт. У максимального напряжения порог срабатывания регулируется от 230 Вольт до 280 Вольт. После того, как напряжение нормализуется, реле РН-113 автоматически включает нагрузку обратно в сеть. То есть мы можем уехать из дома, если произойдет какая-то авария, реле у нас обесточит, допустим, отключит холодильник этот же. И после того, как напряжение нормализуется, оно автоматически холодильник включит. Ну и другую подобную нагрузку, неважно. Сейчас я покажу, как оно работает на самом деле. Да, еще хочу отметить, что у этого реле можно отключать функции по минимальному напряжению или по максимальному напряжению. То есть если нам надо, чтобы реле реагировало только на максимальный ток, мы можем вот этими переключателями здесь внутри отключить функцию минимального напряжения. Вот оно тут обозначено. Просто вот тут переключатель в положении выкл ставим, и реле у нас будет работать только, реагировать только на максимальное напряжение. Я убираю обратно. Сейчас у меня реле будет реагировать как на максимальное напряжение, так и на минимальное. Включаю. Идет отчет времени. Включение. Включилась лампочка. Напряжение показывает реле 221 вольт. При регулировке напряжения движками здесь на цифровом табло видно, какое напряжение мы выставляем. Вот я сейчас буду регулировать. Замигало табло. 201, 203, 204. Вот 204 вольта. Если напряжение будет меньше этого значения, то реле отключит нагрузку. Причем, если напряжение снижается плавно, допустим, вот сейчас я покажу, то в течение 12 секунд примерно оно отключает. Не сразу. Вот выставлю 200 вольт, и через примерно 12 секунд реле отключит нагрузку. Не сразу. Это при плавном снижении напряжения. Вот, отключило. Если напряжение нормализовалось, сейчас будет отсчет времени повторного включения. Если напряжение снижается резко, я сейчас резко снижу напряжение, а реле сработает очень быстро. За 0,2 секунды. Вот, отключилось. Еще раз покажу. Резко убираю напряжение. Резко отключается реле за 0,2 секунды. Вот это в меньшую сторону. В большую сторону, если регулировать переключателем, то у меня сейчас выставлено 231 вольт максимального напряжения. Давайте я пониже сделаю. 230 вольт. И сейчас буду изменять напряжение. Допустим, произошла авария, и у нас напряжение стало там 250. Реле сразу отключило нагрузку. И пока напряжение не нормализуется, нагрузка будет отключена. Вот сейчас восстанавливаю напряжение, понижаю. Реле включилось. Если я мгновенно увеличу напряжение, очень быстро реле в течение 0,2 секунды отрабатываю. Свою работоспособность оно сохраняет от 100 вольт до практически 420 вольт. Вот в таких широких пределах, если питание на реле, на входных контактах поддерживается, это реле работает. Понижаю. Нагрузка включилась. Вот таким способом можно защитить свою квартирную электропроводку, компьютера, холодильники, электрооборудование различное от недопустимого напряжения, когда в аварийных ситуациях напряжение у нас колеблется в очень широких пределах, там, допустим, от 120 вольт и практически до 380. Это реле у нас защитит. 245 вольт. У меня выставлено порог срабатывания 230 вольт. Реле у нас отключилось. Ну, это, конечно, 230 маловато. Надо поставить побольше. Оборудование у нас выдерживает и более высокое напряжение. Вот поставлю 240 вольт. Вот я сделал. Включили нагрузку. Напряжение, если будет поднимать больше 240 вольт, нагрузка отключается. Время регулироваться вот этим переключателем. Сейчас у меня поставлено 5 секунд было. Сейчас 7-8. Вот так вот регулируется оно. До 900 секунд можно отрегулировать. То есть, когда напряжение нормализуется, допустим, через 120 секунд реле включит нагрузку. Я уменьшу, чтобы было, чтобы долго не ждать. 9 секунд сделаю.